Всем привет! Выезжаю я сегодня с Ильинки, не с Ильинки, с М-55 стоянки. Находится она, не доезжая в Лан-Удэ, 80 километров. Осталось чуть-чуть вчера. Дорога была говно, гололед, скользко, не чищено ни хрена. Ну, доехали потихонечку, помаленечку. Заехал я к товарищам. Посидели у них чай попили, поговорили, трубу подварили. Глушитель лопнул, прогорел немного. Ну, ничего. Сейчас выезжаем. Ночевал я сегодня на Ильин-55. Меня тут дождался Костян. Костян дождался. Поэтому мы сидели вчера, поговорили с ним. Вон он, он стоит. Посуда наяривает, намывает нахуй. Чистюля. Так что, стартуем. Приятного просмотра. Привет. Проскочил я городу Лан-Удэ. Двигаюсь дальше на восток, на Читу. Сейчас буду идти вдоль Селинги реки. Здесь ремонты, ремонты, ремонты. Ремонтируют дорогу, молодцы. Сделают ее. Очень много дороги сделали в том году. Я поехал. Просто ошалел от того, что я качусь и качусь. Обычно в тех местах, где я в тот момент ехал. Обычно в тех местах едешь и скачешь. По кочкам, по пригоркам, по ямкам. Собираешь их, ловишь. Но дороги как бы очень много сделали. Здесь вот делают. Ремонты идут. Вот она. Вправо там Селинга. Горы. Будет такой небольшой маленький серпантинчик. Сейчас, наверное, заеду в Тарбагатай и заправлюсь. Надо будет встретиться еще с Саней. С парнишкой. С Пашкиным водителем. Посидим, покушаем, чай попьем. Надо будет перекусить, не знаю, где-нибудь. Наверное, в районе Мухаршибири. Блядь, голос сел после позавчерашней бани. Сходил в баню. Давление скакануло. Потом водички похлебал холодной. С льдом, с льдом. И все, и голос сел. Потихонечку садится, садится. Не знаю, чем можно поправить данную ситуацию. Наверное, надо что-то какие-то таблеточки попринимать. Посмотрим. Сегодня, если будет еще хуже, то надо будет, наверное, заезжать в аптеку куда-то, покупать что-то. А то уже, уже сеплю. Значит, вот она, красота тоже. Вот они горы. Горы, горы, горы. Сейчас будут тоже вверх-вниз подъемчики, спуски. Дорога такая, очень интересная. Есть на что посмотреть. Очень красивый пейзаж за окном. Скажем так. Какой-то анекдот есть. Вовочка, а что делает твой папа? Целый день сидит и курит. И смотрит в окно. О, Вовочка, а кем твой папа работает? Дальнобойщиком. Так вот, целый день сидим, курим в окно. Курим, смотрим в окно. Вот такая вот у нас работа. И пейзажи меняются постоянно. Ну, на Хабаров, я говорю, мне интересно съездить, посмотреть, что там за дорога. Ни разу не был там. Дальше читы. Посмотрю, поглазею. Сделаю для себя выводы. Стоит, не стоит туда ехать еще раз. Да, я думаю, стоит. Почему нет-то? Поэтому будем ездить сюда теперь. Дальше туда. Хотелось бы, конечно, на Владике скататься. Посмотреть Владивосток. Чтобы уже, скажем так, от запада до востока побывать во всех уголках страны. Повидать, побывать в каждом крае страны. Потому что на юге был, на северо-западе был. Ну вот, восток еще не весь объехал. Единственное, я не хочу в Якутию ехать. Не знаю. Как бы. Ну, на Якутию должны заплатить очень хорошие деньги, чтобы я туда, наверное, поехал. За обычные деньги я туда точно не поеду. Потому что колеса и солярка расходы должны покрыть. Доход должен покрыть расходы. Просто. Не знаю. Не знаю. Пока таких приложений не поступало. Возможно, поступят. Будем рассматривать. Пока здесь покатаемся. Дорожники дорогу ремонтируют. Здесь дорогу подрасширили. Здесь была раньше средняя скорость сорок сорок пять. Потому что кочки были, ямки. Сейчас вон дорога пойдет. Ну, вон туда вот. К тому зданию идти, наверное, этаж. Четырех. Все. И вот так вот сейчас будет с левой стороны гора. Горы. С правой стороны речка. Сейчас чуть подальше. поселение Селинга проедем. Населенный бунт. И дальше пойдет такая вот дорога. Ну, мне нравится. Мне очень нравится. Все. Всем пока. До новых встреч. Еще раз привет. Вот он. Катим по Забайкальскому краю. Поднимаемся в подъем. До воды осталось километров, наверное, сто. 70-70 километров до воды осталось. Там, наверное, остановлюсь. Воз покушаю в кафешке. Стояночка, в принципе, неплохая. Неплохая, охраняемая, огороженная забором двухметровым. Даже выше, наверное. Остановлюсь, перекушу, да дальше поеду. Там останется до Читы 350 километров. Ну, что могу сказать. Забайкальский край. Такой дороги нету. Дорога разбитая. Здесь вот года три назад делали подъем. Расширили его. Можно сейчас спокойно подниматься. как бы нормально. Да, но здесь был пиздец. Вот. Ну, а так дороги как были раздолбаны, так и были раздолбаны. Я первый раз, когда поехал сюда, на Читу, я потом не хотел ехать сюда. Только из-за того, что были в Бурятии дороги убитые. Просто были убитые дыры, ямы, кочки. Вот это непонятно, какие дороги. Сейчас сюда неохота ехать, потому что в Забайкальском крае дороги убитые. Их вроде делают, но делают мало. Бурятии ее всю закатали. По крайней мере, до границы с Забайкальским краем закатали. Дорога сейчас едь хоть боком. Там остался небольшой кусочек километров, наверное, 30. может 20 даже, Как бы не сильно много. Проехал чуть-чуть, подскакал потихоньку и едешь дальше. Ну, вот сейчас он 2000 метров. 2 километра еще подъема будет. Километра, наверное, 4 или 5 подъема этот идет. Пейзажи здесь красивые. Горы. Вот такие вот горы. Горы. Здесь горы. Березы. Торчащие палки. Причем без веток, просто торчащие палки. Красота. Красота, что сказать. Петровск-Забайкальский район. Место, где жили ссыльные декабристы. Сюда их ссылали на каторгу. Сюда за ними приехали жены. Петровск-Забайкальский, но я его, правда, проехал уже. Не смог поснимать. Наша Новосибирская века проехала. Ну, а так, ничего, ездить сюда можно. Ничего на голос. Страшного там, в принципе, и нету. Едь, да, еть себе. Потихоньку, помаленьку. Скачи по кочкам. По горкам. Так что, так вот. Музыка. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На улице холодно, на улице 30-ка, 32, хотя интернет показывал, что будет 22 градуса, но как бы интернету верить нельзя. Все нормально. Запустил мотор, машину прогрел, чаю попил, покурил и тронулся в путь. До Хабаровска мне 2000 километров, 200, как там было сказано, то ли в КВН, то ли в Камеди. Я, говорит, выезжаю с Владивостока, гоню машину в Москву, забиваю навигатор, и навигатор мне показывает, через 10 тысяч километров поверните направо. Так это вот через 2077 метров поверните направо. Хе-хе-хе.